Приветствую вас, Искатели Приключений, Серые Стражи и Воины Инквизиции. С вами Максимилиана Джонс и мы продолжаем проходить Dragon Age на Страже Завесы. В предыдущей серии мы с вами прервали ритуал Солоса, но на самом деле освободили двух злых древних эльфийских богов, а самого Солоса заточили в тень. Также мы с вами оказались в убежище и из него перенеслись в новую локацию, которую вы увидите уже в этом видео. Так что давайте-ка не будем ждать и приступим к игре. Погнали! Солоса. Солоса. Ну, это не сюрприз. Там ритуал. Но если боги действительно уходили, они не здесь уже. что это такое что происходит готов а это мордюр اض уland это тогда артифакт дн я это я я а рюк против дн я и мы и -на их и они по и и и и и и и Ха, такой помятый. В каком-то смысле у нас вышло. Мы остановили его. Этот человек не снял себя оттуда, да? Но... Но... Но не снял так clean, как мы думали. Солас получился в фейт, и два... Некоторые вещи получился. Или некоторые, я имею в виду. Два из Эван-Euras. Элганан и Гиланейн. Метхаланаст. Элвенгардов из старого. Эван-Euras. Если они действительно вернулись... То есть, что-то все гораздо лучше. Я дальше буду шучиваться. Выходит, боги не выдумка. Элвенгардов. 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 Шаридов. Элвенгардов. Этди. Элвенгар. Элвенгардов. Элвенгардов. Этди새 Butker comport. Этди cash or cleaning руковать. Этдифериала. Этди. Ну, пойди с ними. Подождите, а ты же имеешь в виду, что иди с ними или оставайся здесь? Или... Нев, ты еще не оправилась? О, да. Нифига помята. Мы не знаем, что мы встречаем там, и ты в никакой состоянии бороться. Хорошо, просто осторожь твои ноги. Мы встретимся в Вейл-жампер-кэмпе. Прямо в центре здесь. Балара находится рядом с руинами элвинами в сентябре. Приятно, она была три дня назад. Я начну твоя searchа там. Добро пожаловать, Рук. И спасибо. Ну да, он как-то странно светится чем-то зеленолатым. Чем-то тухленьким. А монеточки есть? Интересно. Или хотя бы записочка? О! Привет, ты добрый? Понял. Так, что это что-то не позитивное. Носить дополнительный урон или пробить ее с помощью? Понял. Я готов. Да, блин, боевка мне не очень нравится, конечно. Это еще что такое? Нормальная ручка. Люди! Где ты пришел? Балара? Балара? Балара Лутер? Страйф и Иролин отправили тебя, чтобы найти тебя. Кто ты, точно? Звучай меня Рук. Лейс Хардинг. Протокол, чтобы ждать полную неделю, пока они отправили кого-то, чтобы посмотреть меня, я... даже три дня не уйдала. Ну, ситуация изменилась. К сожалению, для певицы. Наши боги, Эльганар и Геланейн? Они встали в Бен-Харелл. И, по всей аккаунтам, они хотят уничтожить мир. О! Да, это... очень... для певицы. Окей... Погоди... Я нужна секунда. Мне, кстати, смущает. Да я думаю, огромный промежуток времени прошел между тем, как мы говорили с теми, и как мы оказались здесь. Потому что это нелогично. То есть, им буквально надо было просто посмотреть вниз и увидеть ее здесь. Ну, я думаю, это просто время прошло. Так, ну я всегда буду отвечать шуточно в этой игре. Сразу говорю. Секунда тут не поможет. А где шутка? Что? Какая шутка? Какая шутка с мягкой в районе. Эти артифакты начали уничтожить немного назад, но в порядке, в начале. Один здесь, несколько там. Потом, несколько дней назад, с неба открылась. И теперь... Мягкой мягкой. Мягкой. Только бога, или боги, могли бы сделать это. Есть что-то интересное в этом. И опасное. И опасное. И опасное. И опасное, что я вернусь к кампу. Но... Но что? Видите? Это туман? Это туман. Она нас разрушает от остального мира, так сказать. А вот, наверное, поэтому они ее не видели. То есть, из-за тумана. Только я не понял, почему я шуточно не ответил? Ну ладно. Не нравится мне это? Я думаю, что я бы хотел остаться в одной части. Правда, мне тоже. Но я думаю, что я смогу найти дорогу. Такая бубля? Есть что-то в центре, которое генерирует это. Что-то мощное. Мы можем найти его и удовлетворить его. Смешно. Я имею в виду. Бубля в себе должна уничтожить. И тогда мы вернемся в реальность? Я реально, реально надеюсь. Ну, тогда. Давайте идем. первозданной магией. О, тут что-то есть. Ничего себе. Ресурсы. Тут их надо ходить, собирать. По всей локации, видимо. Я хочу найти. Вдруг есть какой-нибудь тайник прикольный. Что-нибудь спрятали разработчики. Какой-нибудь уникальный доспех. Ну, вот сундук, например. О! Ну, я же говорил. Вот. Так. А что это? Подождите. А как вообще работает инвентарь в этой игре? Подождите. А где обучение с инвентарем? Это тап. Хорошо. Вот. Да. Я так и думал, что сопротивиться можно давать команды. Подождите. Их только двое, может быть? Или вот это еще кто-то? Подождите. А как пользоваться инвентарем в этой игре? Ну, ладно. Я не понимаю, почему у нас не открывается окно навыков. И окно спутников. То есть, ай, ой, и оно не работает ничего. Мы пытаемся приобрести к артефакту в центре бубля. Но эти магические конструкции продолжаются в сторону. Мы обучили нашу сериалов демонов. Некоторые больше не должно быть проблемой. Спириты, а не демоны. Они анимируют эти артефакты. Эти артефакты подключены к артефакту. Чтобы защитить его от опасений. Угу. Просто понимаю. Ну, я так понимаю, что, скорее всего, все, что мы с вами подбираем, это просто ресурсы. Хотя старая кирка. Не знаю. Не знаю, ребят. Почему это все так и работает. Ну да, инструменты и золото, ну да. А кирка нам нужна, чтобы добывать камни. Нам наверх, значит, мы идем вниз. Нам здесь все изучить, все подлутать. Границы пузыря. А я утонул, кстати. Ну ладно. В принципе, по миникарте было понятно, что там ничего нет. Вон сундук я вижу сверху. А как туда забраться? Ну, по этим вряд ли залезть можно. Видимо, там где-то обойти потом. Вот здесь светится. Ну, видимо, нельзя подобрать. Ого. Так это сталкер, получается. А, ну я понял, как туда можно забраться. Мне еще интересно. Как будто за водопадом что-то есть. Нет. Нет. Ничего нет. Показалось. Монетки, мои любимые. И сверху у нас был сундук, если не ошибаюсь. О, здесь записка, кстати. Надо прочитать. Чуть не то нажал. К управлению надо привыкнуть. Мясо снага. Опять наив хочу. Едва читаем записка. Существо сломало мне ногу. Вердана проткнули мечом. Мы слышим их над нами, на мосту. Когда они уйдут, мы пытаемся прорваться. Они же не могут ждать нас вечно. Братик, ну... Явно тебя здесь поджидали. Очень долго. Не то-то место выбрал. А, вот эту ногу, наверное, сломал. Ну, тут все кости переломаны, мне кажется. Ребята отсюда не выбрались. Так, теперь мы можем спокойно идти наверх. Зная, что мы с вами ничего не пропустили. А ведь это самое главное. А здесь у нас что? Выглядит, как будто что-то могли здесь спрятать. Как будто даже можно забраться. Но нет, нет, нет. Это не готика. Это не готика. Где за каждым кустом что-то лежит. Здесь так много существ, которые прячутся. Помните собаки в самом начале в прологе? А здесь наги бегают. Какой-то новый прикол. Возможности движка используют. На полную. Е, Е. Все. Ф прыгать и Е подбирать. Почему? Не спрашивайте. А здесь еще какой-то обход. Еще сундучок. Ну да, это ценный предмет в основном. Я уверен, их просто надо продать. У. Так, я хочу переключиться на оружие новое. О, способности спутника. Ну наконец-то. Так. А что у нас есть? Прилив адреналина. Исцеление. А можно что-то без исцеления? Так, хорошо. На это мы применяем. На это мы применяем. Так, отпускаем. Да. Все, я теперь понял, как это работает. Блин. Все равно привыкнуть будет. Ээээ. Эээ. Быстрые кнопки для способностей. Для этого держите левый шифт и выберите нужную команду. О, прикольно. Так удобнее намного, да. Единственное, у них все равно никакой боевой магии нет. А я, кстати, подсвечиваюсь. Да, когда блок надо поставить. Третий уровень. Текущее задание и важные метки. Ну, это я знал и до этого. Так, окно навыков. Давайте посмотрим, что мы можем с вами разблокировать. Максимальный запас манны. Кстати, вот это. Я бы вот это, наверное, взял. Вот это пригодится нам. А там уже выберем. Все равно можно сбросить всегда. Если что, я думаю, уже к моменту, когда мы пройдем до середины игры, и кто-то уже ее целиком пройдет, напишет гайды, и мы просто своего персонажа переделаем. Пока что мы в первый день буквально все сами изучаем. Ну, давайте искать подсказки. Это все? Это все, о чем вы хотели сказать? Может, вообще тогда не надо было говорить? Оп. Оп. Во. Посмотреть. Поношная мантия. Выбрать. Что это? Это заблокировано? Вот, да, я же говорил, мы какую-то фигню подбирали, либо оно лагало. Теперь я могу нажать на «А» и могу выбрать доспехи. Только не понимаю, что значит закрыто. Легкий доспех, тоже легкий доспех. А если передать другому персонажу я могу, это на «О». Пока вроде нет. Завестные странники. Ну, это же по сути… Ну, ладно, ладно, это ученые, которые изучают древние эльфийские руины и подбирают все, что там есть. Так? Так. Что такое? Хорошо, а шо? А, они собирают армию назгулов, получается. Да, 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 своих приспешников. Оружейная кузня. Ну, в принципе, логично. О, смотрите. Загадка. Безопречный кристалл. Ну, ладно. Надеюсь, он реально безопречный и реально понадобится. Это прикольно. Ну, единственное, мы по сути… Ну, ладно, мы записку нашли, ладно. Угу. Я видел, кстати, в самом начале энергетические кристаллы. Ну, ладно. Ну, вот он, да. Нет, значит, там был не энергетический кристалл. Знаете, что я обратил внимание? Локации, помните инквизицию? Вам давали огромную локацию, где вы могли ходить и изучать. И, типа, игроки жаловали, что это слишком скучно. Хорошо, что они не наполнили. А здесь они вернулись, получается, условно, ко второй части с максимально линейными локациями. В первом все-таки тоже они были линейные, ну… Мне кажется, побольше, чем здесь. Хотя… То есть, по сути, это… Угу. Окей, отключу. Ну, я уже выпил хилку. Типа, это уже не ролевая игра, это просто экшен игра. Это Dark Souls. Только… Не с самой мощной боевкой так. А, вот для чего это используется. То есть, у нас всегда может быть только раз-два на парке. Ну, ладно. Все. Давай. Я готов. Я ж нажал тебе. Так, все. Сигнал по Wi-Fi передан. Чтобы увернуться… Спасибо, ребят. Очень вовремя. А, надо нажать так. Смотрите. У меня есть идея. Воспользуйся, ладно? Просто воспользуйся. Ты сюда? Как переключить? Изменить цель D. Это с броникой, да? Ну, где ты в толпу? Ну, давайте так. Окей, окей. И… Закрыть. А с этого надо сначала броню снять. И потом додушить. Но это еще не все. Ну, я вижу, как он целится в меня. Ты снова готова, так убивай. А чем ты готова? Ты ничем не готова. Обманала меня. Просто стреляй тогда. А здесь сундуков нет? Нет, нет. Ладно, нет смысла ломать бочки. Они… Здесь просто для красоты. Ну, без меня ничего не могли. Ну, без меня ничего не могли. Блин, так со мной тоже. Блин, так со мной тоже. Посох. Ну, трюфель. Обожаю. В реальной жизни тоже. Ну, здесь явно треничок, я чувствую его. И записочка. Так. 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 Я вообще-то тоже эльфи. Это тоже мои три бога, но я чуть не волнуюсь. Я прям не уверен в чих. Не знаю почему. А куда нам идти? Я забыл, как подсветить цель икс. Нет. Смена оружия. Ну, не тап. Ну, ладно. А, вот все, подсветилось. Нам туда, значит, мы пойдем сюда. Так это обратно, я же там был. Типа, если я слепой, не увидел с первого раза. А вот здесь? Выглядит как будто можно забраться, но я не думаю. Мне просто очень нравится, когда я играю в игре и изучать прям все, что есть в ней. Всякие закуточки, вдруг там какая-нибудь записочка будет, что-то интересное. То есть инквизицию так долго растянул, хотя что там проходить-то? Только потому что каждую записочку искал, и то не все нашел. Угу. Так, мы обнаружили дух архива узерпаторов. Мы предполагали, что его создал ужасный волк, но это не так. Думаю, вы сами догадываетесь, что это творение. Брать его отсюда может быть опасно, но оставлять его здесь не менее рискованно. Я буду ждать ваших распоряжений, владыка Эль Гарнан, капитан Антарель. Угу. Угу. Вот так вот. Ну вот, записочку мы нашли, все, я доволен. Можно двигаться дальше по сюжету. Ну, еще тут трюфельки. Здесь мы были? Да. Все. Можно идти в путь. Воевать с одними стражей. А! Надо ему сначала защиту снять. Теперь можно атаковать. Нифига урона. Ну да. Угу. Где-то еще есть. Ну, я думаю, они внутри уже меня поджидают. Так, киллка. Нет, туда забраться нельзя. О чем вы говорите вообще? Можно хоть одну досказанную, пожалуйста? Как сказать? Одно досказанное предложение. Вот. Я вот не смог сейчас досказать одно предложение. А вот вы тоже. Мы одинаково разговариваем. Ну, конечно, технологии потрясающие. Закрытием дверей, я думаю, ни один вор не попадет. Он не догадает, что надо просто перенести камень. Сундук. Подставка, ценный предмет. О, клинок-завеса. Погодите. Ну да, возьмем. А как передавать своим напарникам? Может, вообще не надо им передавать все? Они просто марионетки. Своими доспехами и все. Ребята, я же вижу, что это ловушка. Ну вот говной воняет вот прям. Ну, чувствуется. Ну, вы хотя бы по одному и то молодцы. Твои друзья скоро живут. Я бы что-то массовое применил. А, понял. Подойдите, пожалуйста, вместе. О, идеально. Ребят, заклинание. Пользуемся, пользуемся. Ну вот и все. Ну, выглядит эффектно, кстати. Ну, все еще мне не очень непонятно. Я не привык. Я люблю больше что-то тактическое, наверное. Где надо хоть капельку подумать. Либо экшеновое, но... Ну, что-то попроще, знаете. Я не знаю, как это объяснить. Ну, ладно. Пойдемте дальше. Это... Это просто мне напоминает вот азиатские игры. Угу. А что? А критерия от окиса, вошла к кристаллу. Наши ангелы используют их, чтобы воплощать знания. И помочь им мечеть. О, что? Я имел в виду то, что вот в этих азиатских играх все... Ну, слушайте, все светится. Просто какие-то эффекты... Постоянные у тебя на глазах. Просто болит от этого все. И голова, и глаза. Я тебе обратил внимание, что они делают очень много вот таких видов видов специально чтобы мы пользовались фоторежимом вот он он прям на старте играю обычно бывают такие моменты что не на старте завозит его но я не знаю я конечно люблю фоторежим но не с моей настройки графики приятно а это так выглядит теперь порождение тьмы я не узнал так мы же не серая стража мы сейчас умрем если кровь их попадет нас разве нет я так понимаю по сюжету мы с вами к всем стражам ступим и получим иммунитет он и вижу сферу нам с вами скорее всего туда да там барьер сначала надо отключить его кстати вижу еще кое-что интересное на нас нападут но перед этим давайте все изучим это большой сундук или маленький маленький куда интересно деньги тратится в этой игре и где они тратятся не в убежище видимо в город попадем с вами еще все вроде все изучено давайте снимем защиту да так давай отключай ладно когда тебя получится первые разы в те верю че ты пляшешь чему ты радуешься а почему порождение тьмы то нападают блин я боюсь а вдруг реально они меня ранит я все превращусь но они уже много раз меня родили готов я никогда не видел Даркспаун так глубже в арлифтин форесте так как я знаю это никогда не случилось если боги благословены как Солас может быть они общаются с Даркспауном как-то они их направят ты видел этих Даркспаун ну да здесь какой-то видимо свой сюжет взят за основу как мы помним кто там был архивариус по моему что делся и хотел сделать порождение тьмы разумными и хотел уничтожить всех драконов если не ошибаюсь я как раз недавно пересматривал сюжет предыдущих частей здесь скорее всего всего этого не было то есть порождение тьмы как существовали так и существует так арбалет там по-моему инквизиция уже говорила что их стало меньше либо еще где-то опять же это я чисто по видосику и то у меня поймите какой рыбки а что это что это за ящик я вас понял я вас понял ну проверить надо было так окей окей ого ребят знаете что такое пранк блин знает походу поэтому убегают блин прикольно ну да здесь сражение отошли затем такой развлекательный второй план то есть упор не делать скорее всего на сюжет на диалоге вот получается у них или нет сложно сказать пока что хотя может на высокой сложности это все намного интереснее выглядит но если здесь нет никакой тактики и это просто экшен то наверно не очень интересно все потрясающе пойдемте ребят единственная какую-то помойку подберу здесь у муше и золото монетки покинут лагерь переход новую область да не видимо последний как наверх можно забраться а вот дорожка была здесь нас поджидают три штуки я так понимаю не нападут когда мы отключим да они до этого с первого раза а получилось да сзади а почему меня ты что в нее целился я застрял я не могу выбрать шутся за фигня я же поставил блок возможно наверх туда залезть нельзя нельзя нет все изучить здесь больше ничего нельзя можно двигаться дальше какой сфере вот в этой да а это видимо кусочки тьмы скажем так порождение тьмы здесь все заражено у как туда попасть нам туда начнем идем налево монеточки еще монеточки да все здесь теряет свои кошельки еще монеточки и вот как-то надо вот сюда забираться ага вижу 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 так а туда как ничего себе тут головоломки еще прочесть можно воне разложения заполнила воздух мощь эванурисов превосходит все что мне доводилось видеть раньше их магия подпитывается скверной смертью даже сейчас она просачивается в камни мы не переживем осаду это как будто недавно что-то было в нормально нифига он с болтов снял конечно уж тебе ногами убивать противников не зря не зря конечно это все грустно ну да ну слушайте здесь чисто все для фоторежима ну да а а а а а а Ну и хорошо. Так, этот что-то какой-то красный. Я так понимаю, он мощный. Ты мощный? Волшебный часовой. О, это кто? Это часовой бешенцы, что увеличивает скорость. Он использует колесоспособность, чтобы узнать, каким... Окей, окей, окей. Так, уязвимость к электричеству. Стреляй. Блин, хп нет. Блин, ребят, душат, помогите. А, так они два лучника, а я здесь типа танк. Не туда. Понял. Ребят, ну помогите хоть кто-то. Давай подхил на меня. Надо, наверное, кинжал переключиться. А, я понял. У меня уже защита, да? Да, устойчивость к холоду, я так понимаю. Вряд ли к бактериям. Готов. Здесь закрыто. Ну, что-то такое. Песня завесы, найден предмет, что это магическая сфера. Ну, так, берем. Я так понимаю, это вот... Да. Нужен второй кристалл. Ну, здесь логично. Кстати, вот он. Этот мы взять можем, да? Можем. Ну, ладно, я так думаю, что здесь так и нужно сделать. Взять вот этот кристалл, отнести его туда. И там пройти где-нибудь через низ. Ну, или через В. Арбалет. Тигнайники надо уничтожить. Какую стену вот эту? Или любую? Ну, мне кажется, она заскриптованная была. Да. Все? Паргал больше нет? Ну, вон, пойдемте тогда. Отдохнули? Хватит. Это мы заберем сразу. Пойдемте. Нам все равно по пути. Вряд ли я могу сразу две сферы нести. Так, ты вставай пока здесь, а я сбегаю за второй. Ребят, не отставайте. А, пустой кошель. Уже пустой. Ничего себе. И так, слишком много денег нашел. Мне теперь выдают по-пустому. Чтоб не жадничал. А как не жадничать-то? Это типа конец уже? Мы прямо на самом верху? Я так много вопросов для него. Как вы задаете вопросы? Это архивный спирит. Ты увидишь. а вы держится от некромант блин может не реально некромантом быть как варианта в чуме нет способностей вот специализации за век смерти а на двадцатом уровне я потом выбираю а так мне сюда было идти все это время дозор скорби я теперь понял как это работает давайте тогда можно скинуть прямо сейчас да можно в любой момент а вот сюда надо выходить нам подсказку дают не мышь по сути можем либо через низ либо через вверх кольцо мороза не а давайте через огонь тогда пойдем а почему не подсвечивается не понимаю ну ладно кстати на дерьмовый оказался давайте вот так ладно и потом мы идем сюда в огонь и нам надо в зазор скорби выходить то есть сюда окей выбрана то есть чтобы стать некромантом надо либо огонь либо холод два кошелька аптечка у меня кстати всего одна и осталось еще кошелек о еще аптечка и еще сейчас будет битва с боссом видимо я так понимаю дух арсива не будет добрым ну конечно ну конечно ну конечно здесь ну что это так что это если я убираю артефакт как обычно это это будет и и и вы и разумеется я думаю что я могу помочь энергии где-то от на в в я я понял кто идет слушайте он вначале каждого дорогу на и джи был без него это не драгон эйдж так и без драконов да и что они люто изменили этих созданий ну ладно ну шо пошло мясо ну стена ровно получается у него уязвимость к огню идеально используйте все а понял понял кстати стена огня нам помогла он постоял не немножко и подсох с огнем у нас это будет изи бой вот это я в последний момент уклоняюсь ребят надо в dark soul заходить срочно с таким везением ты посмотри а хорош только нос почесал сейчас секундочку ребят вы урон наносите у мощная способность я готов ну и и и и и и Хм-хм. Опять что-то не так? Нет, 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 это хорошо. Я думаю. Что делает этот кристалл? Он держит артефакт. Он фокусирует магическую энергию. Это почему эти вещи еще работают. Ты, по-моему, что-то не то делаешь. Оно так не работает. Ой, боже ж ты мой. А, все, да? Все хорошо? А, и мы все, пузырь. Окей, лопнул. У-у-у. Ну, тогда... Я другая Диртара. Хорошо. У-у-у, у меня вопросы. Чего? Что это было? Куда он делся? Где он делал? Не, не нас Ди-Сарлин, я имею в виду. Он обратился к кристаллу, но кристалл снижен. До того, чтобы я его решу. Это, вроде, моя вещь, решать магическую вещь. Можно было изначально не ломать и по-человечески все сделать. Ты же этим занимаешься, это твоя профессия. Но нет, надо сломать. Страна в Ирленд. 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 Большой. Это все конец, что ли? Уровня? Сейчас я тогда подбираю все. Оп. Отношения улучшены. Почему? А, вот. Теперь я могу зайти в меню к напарникам. Может, для них какой-то отдельный надо доспех находить? Длинный лук. Но я луков не находил. Навыки у них все-таки есть. А есть что-то, типа, как автоматическая прокачка? Я так любил, когда было, по-моему, в Dragon Age первом, во втором. В Инквизиции не помню, если было. По-моему, в Инквизиции как раз не было. Это было вообще по-дурацки. Мне приходилось самому все выбирать. Ну, ладно. Это можно вкачать потом будет. Тем более, я еще не знаю, с какими персонажами буду играть. Надо будет подумать. Мне нужен очень ближник. В этой игре. Так что, наверное, потом потратим. Здесь у нас тупики, да, я так понимаю? Да. Типа, все. Хотя... Подождите-ка. Нет, все. Все. Ну, я пытался найти хоть что-то интересное еще. Да? Так выбора нет. Правда. Поехали. Давай. Я покажу тебе дорогу в Кэмп. Так, а что мы пропустили? А это можно было за эту фракцию играть? Интересно, что бы тогда было в сюжете? И они все эльфы, да? Хотя, по-моему, за человека я тоже мог выбрать эту фракцию. Ну... Я уже как будто не уверен. Так. 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 знал как бы не стал. Это не acoustic. Ээээ... И Grounded. Игр эээ... Продолжение следует... 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 Ну, ладно, разберетесь Я думаю, не подеретесь Что у нас здесь еще есть? По сюжету нам туда Но я видел, что можно поговорить с одним персонажем Здесь еще кодекс Отчет разведки призраки Так, я была в северной части Орлатана Недавно мы нашли старый дневник В котором говорилось, что потерявшийся правитель стад Гал Нашел в лабиринте руин Генелис зал полный реликвий И я пыталась найти вход туда Его преграждал Валун Я уже собиралась было протиснуться в щель Как перед ней появился призрак Казалось, он преграждал мне путь Чтобы это не было, оно было бесплотно Думаю, я смогла бы пройти Но он как будто махал руками Я сочла это за предупреждение о том Что в руины не стоит заходить Я не стала спорить Я развернулась и убежала Возможно, мы эти руины еще найдем сами Где-нибудь что-нибудь еще спрятано Не надо так стонать, ребят У них даже клетка есть Тюрьма Вот с этим персонажем Такое ощущение, что можно было поговорить Я думал, что здесь квест Это у нее наплечник светится Я понял Поняли, да? Я думал, что это как вот эта вот точка Вот что вот она здесь Что дополнительный квест Вот здесь возвращение, видимо Зеркало Может, фастраил какой-то Да, ну ладно Все, нет квестов дополнительных никаких В этой игре Пойдемте дальше просто Вот, да, тоже Я тоже думал, что это квест Это наплечник Ну ладно Ну ладно похоже на то можешь починить так а а куда его теперь ну а ну пусть он со мной пока побудет возможно я смогу залутать до сундук так и возвращаем тогда его возможно где-то еще пригодится да вижу 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 уже ну да красиво почему бы не получилось это что маленькие грунт и прикольно хорошо с этим мы разобрались тут по воде наверно ходить нельзя двигаемся дальше а я понял они превратились деревья что-то здесь произошло а это лагерь вообще подождите прикольно сундук и кодекс так говорят что никогда там где вода сходилась с небом стояли высокие сторожевые вышки и их факелы направляли усталых путников иногда в спокойные дни когда по реке селится туман я представляю себе освещенную тропу восходящих золотым шпилем орлатана и голос моего народа зовущий меня домой я знаю что элвинан наша утерянная цивилизация был не таким каким я его себе представляю орлатан был полон не только чудес и магии но и противостояние войн ведь им правили тираны и все же я скорблю по нему и мечтаю хоть разок взглянуть на него назвать его домом многие разделяют твои чувства не грех горевать по утраченному даже если оно не было идеальным страйф мне кстати эти две статуи напомнили знаете что почему-то василина колец я помню там по реке когда плывешь вот эти две статуи а здесь были да вижу погодите погодите я вижу там туда там лодка и это причал с этим что-то можно сделать нет но здесь можно пройти сейчас недоступно здесь прохода нет возможно мы откроем какую-то новую способность перемещения и сможем туда попасть а сюда можно пройти здесь скорее всего до закрыта я понял я так понимаю мы будем со временем возвращаться сюда и идти по другой дороге ну а теперь видим поплыли да 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 готов да 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 все 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 готов извиняюсь а вдруг там монеточки а почему одни женщины персонажи подождите а где мужчины персонажа ну ладно хотя я не знаю на этом к сожалению наше видео подошло к концу спасибо что досмотрели до конца не забудьте поддержать данный ролик лайками и комментариями в этот раз мы с вами зачистили эльфийские руины и пока вроде опять же игра выглядит неплохо но посмотрим что у нас будет ждать дальше до до скорых встреч серые стражи войны инквизиции и просто искатели приключений все чао